Одним из центральных событий «Железки-2018» станет турнир по уличному баскетболу. Также в рамках фестиваля пройдет Кубок России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд с сезона 2018 года. Две лучшие команды мужской категории получат право представлять нашу страну в престижных турнирах мирового тура 3х3. Уже заявили о желании поучаствовать более 100 команд. Всего планируется принять втрое больше. Екатерина и Наталья будут представлять на турнире «Рязань». Команда «Триумф» уже не раз защищала честь нашего города. В прошлом году девушки заняли второе место, уступив лидерство московской команде. В этом году надеются на реванш. Честно, хочу победу уже, наконец-то победу. Потому что уже сколько играем, вот Наталья сказала, на протяжении четырех лет, второе и третье место, а уже хочется первое. На сегодняшний день в лесопарке под мостом уже готовы несколько площадок для стритбола. Одна на стадии строительства, но к 18 августа ее закончат. Наталья Хонькина признается, еще ни разу не была в центре уличного спорта, но очень хочет поиграть на специальном покрытии. Сейчас девушки усиленно готовятся к турниру и уже успели подать заявление на участие. Наталья – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, но свое сердце она отдала баскетболу. Игра очень интересная, она позволяет тактически думать, не только тактически, там физически, там все виды подготовки, это очень здорово. Чем она интересна? С одной стороны, как бы да, может быть мальчишеская игра, но девчонке очень интересно в плане борьбы посмотреть именно на женские стритболы, она более контактная. Помимо уличного баскетбола в программе фестиваля предусмотрены легкоатлетический кросс, соревнования по мини-футболу, настольному теннису, городошному спорту, дартсу, фигурному вождению велосипеда, боксу, китбоксингу, единоборством и воркауту. Заявки на участие подаются до 15 августа. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».